те кто уже выезжал за рубеж украины с биометрическим паспортом наверняка заметили насколько сократилась процедура идентификации личности при паспортном контроле скорее всего именно идентификации пограничник уже не занимается а просто обращает внимание на то как ведет себя человек как выглядит иногда как говорит это понятно потому что идентифицирует человека машина а пограничник просто контролирует сам процесс и случае необходимости что-то такое уточняет однако те у кого еще нет биометрического паспорта не могут быть уверенными в том что их биометрические данные не содержатся в каких-то базах данных просто к ним нет глобального доступа как на пунктах паспортного контроля но в случае чего эти базы могут быть затребованы и идентификация будет выполнена даже без чипа в паспорте скорее всего в большинстве стран мира уже действует систему видео мониторинга где в реальном времени фиксируется передвижение массы людей с возможностью их мгновенной идентификации и целевого удержания от видеокамеры к видеокамере скорее всего тут же подтягивается база телефонного оператора и видеонаблюдения подкрепляется сопровождением геометки присвоенной телефону человека что уточняет его позицию и позволяет увидеть его в поле действия ближайших видеокамер что интересно автор лично столкнулся с ситуацией когда знакомые покупали во франции карточку оператора телефонной связи orange и это удалось сделать только после предъявления паспорта и документов подтверждающих легальность пребывания в стране как мы знаем у нас можно купить сим-карту без этих формальностей но это отнюдь не означает что идентификация владельца телефона составляет какой-то труд скажем так сегодня очень тяжело надолго скрыться если тебе разыскивает правоохранительная структура которая имеет доступ к различным базам данных каналам связи и камерам видеонаблюдения причем ситуация не стоит на месте и возможности наблюдения за конкретным человеком становится все более обширными это очень важно потому что очень скоро возникнет ситуация когда начнется беспрецедентный со времен второй мировой войны поиск военных преступников из рф это даже не обсуждается потому что этих самых военных преступлений уже столько что просто их замолчать уже не получится где-то полгода назад мы обращались к некоторым нашим читателям с тем чтобы те кто имеет прямой выход на генпрокурора юрий алценко или ирину геращенко как-то дали им знать о том что линия обороны интересуется вопросом пыток и зверств которые творят российские оккупанты на нашей территории нам это надо было для того чтобы подготовить цикл статей на эту тему и чтобы читатели увидели настоящее лицо войны а после этого несколько по-другому взглянули на то что собой представляет противник скажу прямо именно это ни у кого не получилось и может к лучшему дело в том что нам прислали несколько материалов прямо касающихся этой темы в том числе с фотографиями и мы поняли что такое точно нельзя размещать на страницах нашего ресурса поскольку нас закроют все начиная с гугла а кроме того появились сомнения в том что удастся выдать эту самую серию статьи в том виде в котором это можно делать на публику но просто надо понимать что все то что мы можем прочесть о зверствах нацистов во время второй мировой войны вполне используется оккупантом а в некоторых случаях он продвинулся дальше причем возникает мысль о том что у оккупанта нет каких-то рациональных ограничений в применении не просто насилия а именно пыток скорее всего это вызвано тем что обычно пытки применялись как средство достижения какой-то конкретной цели получение информации принуждению к определенным действиям или чему-то подобному в данном случае ситуация несколько иная похоже на то что российские палачи не имеют у территорий цели пыток скорее всего они готовятся к их широкому применению у себя дома когда эти цели уже появятся на наших гражданах они просто тренируются и оттачивают свои навыки поэтому они не гнушаются запредельных и заведомо смертельных пыток поскольку им нужно просто фиксировать реакцию жертвы и условия при которых наступает смерть в различных архивных материалах удалось добыть информацию о том что нечто подобное заведомо летальные манипуляции практиковала исследовательское крыло сс аннрб однако все эти жуткие манипуляции все же имели какие-то цели пусть и слабо вяжущиеся со здравым смыслом но в то же время не были самоцелью россияне же демонстрируют еще более чудовищную степень пыток а именно пытки ради пыток что характерно группы палачей регулярно приезжающие на оккупированные территории донбасса действуют не в режиме какой-то банды а имеют карт-бланш на эти действия и оккупационные власти им всячески содействуют как в передвижениях бытовых вопросах так и в выделении специальных помещений отборе жертв и обеспечении охраны режима секретности и в конце концов заметание следов преступлений что еще стоит отметить можно было как-то понять появление палачей из среды патологических садистов из числа лиц входящих в состав незаконных вооруженных формирований террористических организаций война дело грязное и патологические ублюдки могут всплыть самостоятельно однако тут все иначе палачи работают на ротационной основе они приезжают на какое-то время работают и потом уезжают назад в лепрозорий а оттуда приезжают новые специалисты которые делают то же самое и снова уезжают в рф это значит что в составе вооруженных сил рф и или российских спецслужб имеется некое подразделение или разрозненные группы специалистов которые действуют в рамках определенной программы она имеет свою цель свой бюджет и свое техническое обеспечение проще говоря россиянам нужны именно такие специалисты и они усиленно готовят нужное их число зачем можно только догадываться но в данном случае речь идет о том что эти и не только эти полосы сплошных военных преступлений совершаются не только конечными исполнителями огромным количеством людей которые отдавали приказы формировали эти команды обеспечивали им прикрытие принимали на оккупированные территории обеспечивали их преступную деятельность и скрывали следы уже совершенных преступлений чем дольше длится оккупация тем больше лиц втягивается в эти военные преступления в качестве соучастников как известно на нюрнбергском трибунале была совершена первая попытка отследить всю цепочку сотен тысяч военных преступлений от исполнителя до организатора через массу соучастников похоже на то что работа была сделана наспех и ее результаты не стали тем необходимым прецедентом который послужил бы прививкой человечеству тем не менее общая концепция ответственности за военные преступления была очерчена довольно четко еще там встал вопрос о том должен ли нести ответственность тот кто исполняет приказы или вина лежит на отдавшим их поскольку почти вся верхушка третьего рейха была мертва то на нее было удобнее всего повесить все преступления и забыть но с тех пор позиция правосудия уже определилась и каждый такой исполнитель должен знать о том что исполняя преступный приказ он становится соучастником преступления и будет отвечать невзирая на то был приказ или его не было ну а высшее руководство развязавшая войну которая привела к массовым военным преступлением безусловно несет эту ответственность а граждане милошевич караджич хусейн и некоторые другие могли бы это подтвердить просто на собственном опыте путинский режим не будет сыпаться долго и протяжно система уже выгнила из середины и может рухнуть в любой момент у нас складывается впечатление что сейчас ее намеренно удерживают на плаву лишь для того чтобы процессы внутреннего гниения разрушили все опоры которые могли бы поддерживать структуру после того как начнет рушится оболочка как только внутренняя гниль закончит свою работу тормоза будут отпущены и все произойдет очень быстро с этого момента начнется отлов военных преступников таковыми окажутся как военные рф вместе с разномастными спецслужбами так и власть придержащие ныне дуреющие от роскоши и безнаказанности в эту же обойму войдут и крупнейшие бизнесмены которые так или иначе участвовали в совершении преступлений или их прикрытие понятно что вся эта публика уже заготовила себе запасные аэродромы вторые третьи десятые паспорта но время не стояло на месте и поиски военных преступников будут кардинально отличаться от эпопеи тоньки пулеметчицы или адольфа эйхмана и тому есть две основные причины первое для того чтобы как-то скрыться от поиска им придется забиваться в дальний медвежий угол и не показывать оттуда носа поскольку поиском будут заниматься роботы и как только лицо такого деятеля или отпечатки его пальцев которые уже имеются соответствующих базах но пока закрыты грифом секретно будут идентифицированы поисковой системой за ним очень быстро приедут курьеры из гааги вторая причина общего характера после второй мировой войны провести различия между подсудимыми и судьями можно было лишь условно оно и понятно поскольку видеть в качестве обвинителя совок страну замордовавшую самое большое количество людей в промежутке между 39 45 годами смешно и нелепо поэтому трибунал имел очень странный характер где от 3 до половины фактов касающихся дела были выведены за скобки чтобы обвинитель не стал обвиняемым в нашем случае как минимум украина и сирия будут чистыми обвинителями возможно как-то будут оформлены в качестве обвинителей грузия и чечня в общем процесс будет иметь внутреннюю пружину и он выгребет все без нюрнбергских купюр есть еще один момент который отсутствовал в том процессе национал социалисты строили мифический тысячелетний рейх и в это время не очень задумывались о личной выгоде а московия творит свои преступления именно из-за того что ее руководство хочет еще плотнее набить свои карманы это значит что имея миллиарды средств не сильно посидишь на глухой ферме в горах а кроме того сами миллиарды не иголка в стоге сена и они светятся как маяк на ночном море по следу денег детективы очень быстро придут прямо к самой глотки военного преступника есть еще один момент называемый в преступном мире лечь на дно или пересидеть шухер он заключается в факторе времени сколько можно скрываться в надежде на то что поиски прекратятся и все стихнет он должен иметь какой-то вменяемый предел год два пять десять лет но фокус в том что военные преступления не имеют срока давности в принципе это значит что все потуги которые были затрачены на зарабатывание миллиардов пойдут прахом деньгами просто нельзя будет воспользоваться чтобы не выдать себя да и денег не будет поскольку их очень быстро найдут и конфискуют в итоге получится что нарубив столько бабла придется превратиться в придурковатого фермера аграфоба который боится далеко отойти от собственного дома что тоже вызовет подозрение а широкой и разгульной жизни вообще придется забыть навсегда тогда зачем все это было мы не зря в самом начале вспоминали два имени являющихся классическими примерами военных преступников в отличие от своих коллег они умудрились уйти от поисковых команд и затеряться в пространстве и времени адольф эйхман решил что все неприятности уже позади и вышел из своего убежища в аргентине для того чтобы ненадолго вернуться в германию где женился и с молодой супругой вернулся назад в аргентину его достали спустя четверть века после окончания войны вывезли в израиль казнили сожгли и его прах развеяли над морем еще дольше погуляла тонька пулеметчица или антонина макарова она лично расстреляла около полутора тысяч жертв а потом оказалась узницей концлагеря и жертвой нацистского агрессора после войны по поддельным документам она начала новую жизнь вышла замуж и уже совершенно забыла о неприятном эпизоде своей биографии но была идентифицирована когда ей было уже почти 60 лет ее задержали уже в 1978 году когда она настолько перевоплотилась что на суде спокойно и рутинно рассказывал о своих действиях надеясь на то что получит самый небольшой срок ввиду давности совершенных преступлений и даже когда через год ей вынесли смертельный приговор она не думала что дело действительно дойдет до расстрела напрасно в общем со сроком давности номер явно не пройдет а поиски будут вестись со всеми возможностями и средствами 21 века что самое смешное основную поисковую работу будет проводить робот которого невозможно подкупить или уговорить ему все равно сколько у тебя денег в заначке или какие роскошные усы ты себе приклеил доход сделал операцию по смене пола все равно машина тебя найдет даже тогда когда ты не попадаешь в объектив телекамер просто анализируя некоторые параметры жизни человека образуется сигнатура беглеца скрывающегося от правосудия и машина выставит красный флажок и те кто занят поиском пойдут по следу когда все начнется они безусловно будут закладывать друг друга со всей пролетарской ненавистью так было всегда и нет причин для того что сейчас будет иначе но каждому из военных преступников следует понимать что приз получат те кто первыми начнет давать показания остальным будет предложен путь на вешалку либо уничтожение при задержании случае сопротивления российским преступникам следует уже сейчас задуматься над тем из какой страны будут самые настойчивые жесткие сыщики если они этого еще не поняли пускай для них это будет сюрпризом никто не уйдет от ответственности за военные преступления не те кто отдавали приказы не те кто их выполняли тем более не те кто пропагандой прикрывали их и обманывали людей наблюдая за крахом пидораски на канале вольнов риц ставь лайки подписывайся на канал и и и и и и и и и